Перебоев в работе автосервиса индивидуального предпринимателя Светлогорска Сергея Хлистовского не бывает. Несмотря на довольно жесткую конкуренцию желающих отремонтировать машину именно здесь более чем достаточно, учитывая, что количество индивидуальных авто в городе постоянно увеличивается. По словам предпринимателя, признанного второй год подряд лучшим в Беларуси, он мог бы увеличить объемы оказываемых услуг, однако есть один сдерживающий фактор. По ныне действующему законодательству у ИП не может быть более трех наемных специалистов. Работают они, кстати, в достаточно напряженном ритме, однако и зарплата у них соответствующая. Конкретную сумму Сергей Хлистовский не озвучивает, однако говорит, что она выше среднегородской. Хорошего специалиста найти всегда тяжело, то есть любой профессионал он ценится на любом рабочем месте, но дабы привлечь специалиста, конечно, нужно обеспечить ему достойную заработную плату и условия труда. Вот что в принципе я и делаю. Вы видели мои производственные площади, они работают в тепле, в светле и не обижаются. Зарплата работников – один из критериев, по которому оцениваются результаты работы индивидуального предпринимателя в республиканском конкурсе. Среди других параметров – выплаты в бюджет и соблюдение налогового законодательства. Кстати, как добросовестного предпринимателя налоговая инспекция Сергея Хлистовского не проверяла ни разу. Говорит, что сейчас работать вообще комфортно. Условия для ведения бизнеса практически идеальные. Тем более, что в Светлогорске есть центр поддержки предпринимательства, берущий на себя функции по ведению того же бухгалтерского учета, что позволяет ИП чувствовать себя уверенно, зная, что налоговых нарушений точно не будет. У нас же сейчас электронная Беларусь идет, мы к этому стремимся, поэтому вся отчетность у нас идет в электронном виде. И вы же сами понимаете, что индивидуальные предприниматели, которые немножко в возрасте, скажем так, то есть рубеж после 30-ти, многим очень сложно понимать, куда нужно нажать, что нужно как составить, где, как, чтобы оно было правильно. Поэтому, в принципе, это очень большой участок работы, и многие просто не понимают, как это нужно делать. То, что звание лучших в республиканском конкурсе получили пять предпринимателей и частных предприятий Гомельщины, в облсполкоме считают полностью логичным. В целом, частный сектор развивается достаточно успешно. Во всяком случае, практически каждый пятый рубль поступает в бюджет именно от этого сектора. Кстати, за две победы в республиканском конкурсе предприниматель получает официальное звание почетное. На сегодняшний день на территории Гомельской области осуществляют деятельность более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 9 тысяч малых организаций и 31 тысяч индивидуальных предпринимателей. В доходную часть бюджета за 9 месяцев текущего года поступило более 430 миллионов рублей. Чтобы было более понятно, это 21,5% всех доходов, поступивших в бюджет. Поэтому говорить о том, что у частного бизнеса все плохо, ну, наверное, всегда есть проблемы в любой сфере деятельности. И, скажем, наши победители конкурса предприниматель года подтверждают о том, что нужно быть успешными, когда свое дело любишь и ценишь. Вот у нас 5 субъектов хозяйствования в этом году стали победителями национального конкурса предприниматель года. Двум из них будет присвоено звание почетный предприниматель. Олег Сентюров, Марина Васильева, Евгений Макенко. Новости недели.